Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Поговорим сегодня о создании реальности. Вчера мы рассказывал, что такое реальность, о том, какая она, как мы ее видим, и сегодня мы сможем обсудить, как мы ее создаем. На самом деле, каждый из нас делает это. Мы видим вокруг то, что мы создали. То есть мы сначала это сделали, то есть создали таким, какой мы ее хотим видеть, а потом мы ее ощущаем. И поэтому и работают вот все вот эти вещи, фишки из фильма «Секреты» и тому подобное. То есть то, что мы хотим наблюдать, мы то и наблюдаем. И жаловаться не на кого. То есть не стоит говорить о том, что кто-то за нас создает эту реальность. Мы сами это делаем. Мы делаем это с помощью нашего ума, с помощью нашего сознания. И когда мы создаем ее, то мы потом видим как раз результаты наших творений. Вы можете сделать такой эксперимент. Вот, просто закройте глаза и представьте кошку. Представьте ее такой, какой вы хотите ее представить. Не такой, как вы ее видели где-то там, когда-то, да. То есть не картинку, а просто кошку как модель. То есть вы можете ее сделать, например, какой-то темно-синий. Кошки ведь не бывают такими, а вы ее сделаете. Или розовый. И потом можете покрасить ее в другой цвет. Или взять там, перевернуть ее вверх ногами и сделать так, чтобы она летала. То есть поиграйтесь с этим. Посмотрите на то, что вы творите. Потом вы можете сделать мышку, которую съела кошка. А потом наоборот мышка кушает кошку. То есть все это игра. Игра воображения. Игра разума. На самом деле, когда человек что-то творит, он таким образом и делает. Так делают, например, творцы-художники. Или люди, которые пишут произведения. То есть творцы, которые что-то делают, они создают в своем уме сначала модель чего-то. И потом переносят ее либо на бумагу, либо каким-либо другим образом, электронными средствами. То есть это сначала всегда творение. И точно так же мы делаем в жизни. Мы сначала творим. То есть мы творим что? Мы творим определенную модель. И потом переносим ее на какой-то носитель. Но в данном случае нашим носителем является окружающая реальность. То, что мы видим вокруг. И так делают множество людей. И поэтому вокруг мы наблюдаем еще и творение других тоже. Мы играем в такую коллективную игру. Коллективную игру творения. И это творение, оно происходит каждое мгновение. То есть мы сначала сотворили. И потом через какое-то время видим результат этого творения. То есть у кого-то эта задержка общения в творении может быть небольшой. То есть вот сотворил и сразу произошло. А у кого-то могут понадобиться годы и даже десятилетия или больше времени для того, чтобы это наступило. У каждого по-своему. И поэтому суть в том, что самое главное понять этот смысл, концепт, что мы являемся творцами. И вот эта способность творения, она зачастую перекрывается в детстве. То есть когда нас учат, говорят, не воображай, не надо мечтать, не надо творить. Это все иллюзия, это все неправда. И вот эта способность перекрывается. И так происходит из жизни в жизнь. То есть когда нам навязывают чужие какие-то иллюзии, чужие творения, а нашим не дают возможности реализоваться. И вот такой способ перекрытия, он как раз мешает человеку стать творцом и быть им. Вот когда мы убираем этот негативный заряд, эти суждения, которые нам навязывают, что мы не можем творить, что мы не можем быть творцами, то мы возвращаем себе эту способность и вновь можем сотворять свой мир. Об этом подробно я, кстати, рассказал в книге «Миры вечного познания». Ссылка будет в описании к этому видео. Вы можете ее прочитать, скачать и потом написать свой отзыв. Но на самом деле, когда человек хочет творить, он делает это. И бывает даже люди перекрывают процесс творения, потому что они боятся создать что-то разрушительное, что привнесет больше вреда, чем пользы. И вот когда человек осознанно творит, то, конечно же, он делает это во благо. То есть он смотрит, как это творение будет жить, например, без него в этом мире. То есть он предполагает, предсказывает. И только тогда совершает этот процесс творения. И он чувствует с помощью своего сердца, что это за творение. То есть каким образом оно будет, скажем, реализовываться. И если вы что-то творите, то посмотрите на это, как это отразится на вас, на ваших близких, друзьях, на вашей семье, человечестве, на растениях, животных, на мире в целом, на духовном мире, на божественном мире. То есть посмотрите, и вы увидите это. И вы почувствуете, нужно ли это творение. Если оно не нужно, то, может быть, стоит что-то поменять, сделать другое творение. Вот. Будьте ответственны и возьмите ответственность за свою жизнь. И это самое важное, чему я учу людей в процессинге. То есть брать ответственность за свою жизнь и делать те вещи, которые приносят больше пользы, больше выживания. Вот. И поэтому, друзья, я приглашаю вас на бесплатную консультацию, для того, чтобы каждый из вас мог получить больше знаний о жизни и узнать о том, как действительно реализовывать свои творения в реальности. Вот. На этом, друзья, на сегодня все. Я вам... Если видео вам понравилось, то ставьте «Нравится». Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. Колокольчик для напоминания новых видео. И что... Вот. Можете посмотреть мои следующие видео. Они сейчас покажут, будут вам показаны вот как раз через пару секунд. А я вам желаю счастья и до скорой встречи.